Локватив город Москва и крылья за этот город Самар. У него особый этап, Дельта в Петербурге всегда. Каревич бросает из Укрутина и 1-0, но вроде бы Максим Роговский контролировал полет мяча и вдруг он все-таки залетает в дальний угол. Ну это ошибка, да. Как вчера у нас матч Спартака и Сити, да, начался с пропущенного мяча в ближний угол от, соответственно, Сергея Степляни, когда ошибся Панфилов. Ну это пробивал. Сейчас через себя бьет. Каревич молодец, но тем не менее. Ох, какой эпизод и вот здесь уже Роговский молодец. И один железнодорожник, один экс-железнодорожник, какой сейф. Ничего себе. Макаревич просто кураж поймал, мне кажется, в этом периоде. А там что-то случилось у нас между бразильцами. Сейчас главное, чтобы до драки дело не дошло. Играл, поэтому по итогу можно будет таблицу рисовать. И за это можно очень серьезно поплатиться. Никанора против Макаревича. Удар и Макарит. Никанора. Просто свои моменты не задевали в первом тайме. Ох, вот это сейф. Ну, сейчас могло все уже стать и по-другому. Мог счет быть 2-0. Максим Роговский тоже в порядке. То, о чем мы говорили. И Кирилл Земсков, да, наш, как мы сказали, в стиле Юрия Горчинского. Потому что тот забил первый гол с своей половины площадки. А здесь махнул мимо мяча в начале лукаво. Но продолжил движение и все-таки проткнул его в ворота на ровном месте. Локомотив пропускает второй мяч. 0-2. Вот так вот. И на самом деле здесь Виктор Крышанов не видел мяча, растерялся. Мне даже сначала Льоран сейчас... Уда, ушел от Льоранца. И хороший перевод на противоположный край. Филиппе Роговский очень вовремя выходит из ворот, но падает на песок. И все-таки 3-0. Что сделали сейчас крылья? Но есть ощущение, что они просто на каких-то морально-волевых качествах продолжают. В этом матче доминировать. Когда вроде бы момент уже позади. Они доигрывают его до самого-самого-самого конца. И Филиппе умудряется точно так же, как Лукаво во втором периоде, подобный эпизод протолкнуть мяч в сетку ворота. Ты абсолютно прав. Мы очередной увидели гол. Филиппе там сыграл, действовал по мячу. И Роговскому просто по касанию досталось. По касательной. А здесь Иван Константинов. Браво. Вот так вот сразу ответил. Да, это очень гол, который забит в нужный момент. И вот видишь, все-таки Макаревич пропускает. Оказывается, да, это случается. Сегодня, да. Это случается. И здесь вот просто прямо перед ним подставил ногу Константинов. Браво, Рафини. Очередной его, кстати, голевой пас. Он, по-моему, у нас седьмой голевой пас в этом чемпионате. А это удар и гол. Вот он, Льоренс Гомес. 3-2. Я хватаюсь за голову. Это фантастика. Всех располаг застал. Вообще, это просто вот сумасшедшее исполнительское мастерство. Ну, браво, Льоренс. И ведь ничего вроде бы сверхъестественного он не делает. Он просто поднимает мяч, подбрасывает и бьет поворот. Но эмоции сокрутит его удар. Долгополов. Льоренс мудряется как-то вот прям найти эту лазейку. И еще разок он не эту лазейку. А видишь, получается, какая есть. Льоренс. Удар и Долгополов. Опять читает игру. Белорусский голкипер. Льоренс уже рисует штрафной. Долгополов. Удар поворотом. Держит. Балотель от себя. Макс держит. Балотель от себя. Там радость на скамейке. Все подпрыгнули. Слышно было наверняка и вам. Как радовалось. Сторона Хачков. Ну, Кристалл, матч в запасе. Как вы понимаете.